Давай, не надо. Давай, не надо. Прыг. Давай, давай, давай. Опа, молодец. Молодец. Хорошо. Это не просто игра. Это полноценный терапевтический сеанс. Собаку как средство реабилитации стали использовать ещё в прошлом веке. Сегодня канистерапия – это общепризнанный метод лечения. В основе этого метода игровая направленная деятельность со специально обученной и подготовленной собакой по определённой программе, которую составляет специалист, канистерапевт, своего рода реабилитолог. Каждый сеанс канистерапии – это результат слаженной работы команды. Специалист с высшим медицинским образованием, прошедший переподготовку, и обученный канист-волонтёр, который управляет собакой-терапевтом. Доктором может стать только здоровая, спокойная собака, обученная технологиям работы и, главное, прошедшая аттестацию. Неваде 7,5 лет. Уже два года она помогает детям с разными диагнозами. Перед тем, как получить допуск к работе, она прошла длительное обучение и сдала серьёзный экзамен. Этот экзамен пишется на видео. Это экзамен по ГОСТу, официально утверждённый. Там 22 пункта, на которые проверяют собаку. Если же комиссия признает, что все пункты сданы на отлично, никаких иных трактований быть не может, тогда это видео отправляется в Международную ассоциацию, там проверяют это видео. И только после этого собаке присваивается квалификация собака средства реабилитации пациента. Лабрадор по кличке Невада внесена в Единый Всероссийский реестр собак-терапевтов под номером 97. Она единственная официально аттестованная собако-терапевт в Севастополе и в Крыму. Собака может быть абсолютно любой породы, может не иметь никакой породы, а быть абсолютно полноценной дворняжкой. Собака должна быть доброй, послушной, спокойной, спокойно передвигаться, стараться взаимодействовать с ребёнком очень аккуратно. Сейчас готовятся к экзамену ещё три собаки. Им нужно научиться аккуратно взаимодействовать с особенными детьми. Неваду специально обучали правильно подходить к инвалидной коляске, подавать аппортировочные предметы на колени ребёнку, класть либо в руки, либо на колени. По поводу ходунков. Перемещаться нужно собаке аккуратно, потому что можно разбить ребёнка, поэтому движется она спокойно. Уже 26 детей прошли курс из 10-15 индивидуальных занятий. Они проводятся один раз в неделю и длятся от 20 до 40 минут. Инициативная группа «Лапа помощи» – член Сообщества поддержки и развития канистерапии, постоянного члена Союза реабилитологов России. Волонтёры и собакотерапевт работают с детьми с задержкой психического и речевого развития, с неслышащими и незрячими. Все занятия проходят бесплатно. Есть противопоказания. Это аллергия на шерсть животных и различные заболевания дыхательных путей. Как показала практика, даже самые замкнутые дети очень быстро проявляют интерес к собаке и с большим удовольствием проводят с ней время. Для кого-то результатом может стать несколько самостоятельных шагов или первое слово, а для кого-то – просто улыбка. Марина Иванова, Денис Александрович, Севинформбюро.